МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время недавнего визита в Саров президент России Владимир Путин оценил работу региона по борьбе с пандемией и ее последствиями. При этом глава государства подчеркнул, что текущая ситуация не должна отражаться на достижении национальных целей и реализации мероприятий нацпроектов. За них в этом году получат оценку все региональные и муниципальные органы власти. Итоги исполнения нацпроектов в Сарове рассмотрели депутаты городской думы на совместном заседании комитетов. В этом году на территории города реализуют 7 нацпроектов. Часть из них не требует дополнительных вложений, на остальные выделяют деньги с бюджетов разного уровня. За счет межбюджетных трансфертов в частности реализовывались мероприятия по нацпроекту культура, городская среда, экологии, цифровая экономика. Национальный проект культура, федеральный проект культурная среда. В рамках выделенных денежных средств было приобретено оборудование для детской школы искусств. Оборудование уже поставлено в учреждение. Национальный проект выполнен в полном объеме. Мероприятие выполнено в полном объеме как по деньгам, так и по поставкам единиц оборудования. Следующий нацпроект – жилье и городская среда. Он включает в себя федеральный проект формирования комфортной городской среды. По нему благоустраивают набережную реки Сатис от Маслихинского моста напротив парка. Объект, по признанию специалистов из администрации, сложный. Мы неоднократно делали сюжет о том, как продвигается реконструкция. Подрядчик из Смоленска не был готов к таким видам работ. Усилиями субподрядных организаций большая часть того, что нужно было сделать, выполнена. Остались лестничные сходы. Завершается его активная стадия, его выполнение. И мы переходим к стадии приемки выполненных работ. Мы прогнозируем, что к 31 декабря 2020 года, то есть к окончанию года, и кассовое, и фактическое выполнение этого проекта составит 100%. По нацпроекту «Экология» в городе реализуют мероприятие по федеральной программе «Оздоровление Волги». Сюда входит реконструкция зданий механического обезвоживания осадков сточных вод. Работы выполнены в полном объеме. И реконструкция и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений. Реализация проекта запланирована на 4 года. В 2020 текущем году из стоимости мероприятий 1,3 млрд и еще чуть-чуть план стоял 357 млн. и мы планируем, что это освоение будет завершено в течение 2020 года в полном объеме. Последний нацпроект, который реализовали с привлечением межбюджетных трансфертов, цифровая экономика, информационная инфраструктура, прокладка кабельных сетей, закупка оборудования в школу номер 14 и центры образования, которые планировались, завершены. По поручению губернатора депутатам необходимо дать оценку исполнению нацпроектов, которые выполнили с привлечением средств из других источников. Администрация предложила поставить удовлетворительным мероприятием по реализации нацпроектов «Экология, жилье и городская среда». Исполнение остальных оценить как надлежащее. К этому вопросу депутаты вернутся на заседание Думы 10 октября. Сессия пройдет в дистанционном формате. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долго был на аппарате ЭВЛ. По его словам, новые бактерии очень устойчивы, и бороться с ними довольно тяжело. Между тем, за минувшие сутки в России зарегистрировано 26 097 заболевших коронавирусом. Это на 2000 зараженных меньше, чем днем ранее. В пятерку антирейтинга по зараженным коронавирусам входит и Нижегородская область. В истекшие сутки в регионе зафиксировали 482 новых случая. Второе число заболевших также растет. За последние 24 часа коронавирусом заразились еще 233 человека. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 заболели почти 9,5 тысяч саровчан. Выздоровели чуть больше 5 тысяч. 51 человек умер. СМС-рассылка контакта с больными COVID-19 о соблюдении режима самоизоляции стартовала в Нижегородской области. Сообщение приходит от абонента Роспотреб-52. В СМС указаны фамилия, имя, отчество контактного лица, дата начала изоляции, информация о зараженном коронавирусом, с которым был контакт, номер предписания. Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости соблюдения режима изоляции в течение 14 календарных дней со дня контакта. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Аномально холодная погода сохранится в Нижегородской области до конца недели. В эти дни средняя температура воздуха будет примерно на 7 градусов ниже климатической нормы. МЧС рекомендует не оставлять без присмотра включенные обогревательные приборы, не пользоваться самодельным, неисправным оборудованием и не включать для обогрева газовые плиты. Глава города Алексей Сафонов зарегистрировал аккаунт в Инстаграм. На своей странице он будет сообщать о важных событиях, принимаемых решениях и реагировать на обращения горожан. Это единственный официальный интернет-аккаунт главы города. Саровчанин Артем Мальцев, бывший воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва, одержал две победы на Кубке Центральной Европы в швейцарском городе Гомсе. Российскому спортсмену, выступающему по параллельному зачету за Мордовию и Нижегородскую область, не нашлось рану в спринте и в индивидуальной гонке с раздельным стартом. 5 декабря Лыжник опередил всех в спринте свободным стилем, а 6 декабря Мальцев победил с результатом 35035 в индивидуальной гонке на 15 километров. Новогодние ели, украшенные разноцветными гирляндами и несколько световых конструкций в разных районах города. Эти главные символы зимнего праздника создают в Сарове особой атмосферы волшебства. Совсем скоро город засверкает праздничной иллюминацией. В этом году внести свою лепту в создание праздничного настроения могут все саровчане. Подробности в следующем репортаже. Тысячами разноцветных лампочек засверкала елка на Силкино-31. Торговый центр «Атом» одним из первых начал создавать праздничное настроение у своих посетителей и горожан. Традиционно елки устанавливают на первом этаже торгового центра и на улице. Снежинки, которых так ждут саровчане, пока красуются только на окнах домов и городских организаций. Преподаватели художественной школы украсили окна зданий новогодними персонажами. Дед Мороз со Снегурочкой снеговик – подарки за снежные ветви елей. Вообще город в этом году будет украшен к празднику так же, как и в прошлом. В сквере, вот здесь вот за фонтаном на проспекте Мира-1, будет установлено светящиеся олени, к которым наши горожане уже привыкли, и снеговики около детской художественной и музыкальной школы. И какой же Новый год без елки? Лесных красавиц установят в разных частях города, в том числе в Яблоневом саду и в парке имени Зернова. На территории города Сарова будет установлено традиционно пять елок. Одна елка, которую мы закупили в прошлом году, вместе со светящимся шаром, вместе с Дед Морозом, это будет установлено на площади Ленина. Одна елка традиционно будет установлена у Дворца молодежи с соответствующими украшениями. Кроме того, стала хорошей традицией, в прошлом году мы установили одну елку в сквере на пересечении улицы Садова и Павлика Морозова, это 22-й микрорайон. Если получится сэкономить деньги по проекту формирования комфортной городской среды, то администрация закупит еще несколько световых фигур. Их планируют установить на новой набережной на левом берегу Сатиса. Мнения горожан по праздничному оформлению улиц и зданий разделились. Одни считают, что саров перед Новым годом красиво украшают, другие предложили свои идеи. Были практики, когда на деревьях развешивали яркие лампочки. Оно приятно посмотреть, красиво прогуляться с детьми, с внуками. А мне нравятся на деревьях фонарики, вот эти лампочки. Вот как в больших городах. Красиво вечером. Можно в парке какие-нибудь гирлянды сделать, можно вот здесь на проспекте Ленина, где площадь, там что-то украсить. Огонечков не хватает, мне кажется, по вечерам. Поэтому вот что-то такое. И побольше елочек. Горожане тоже могут приложить руку к оформлению города к Новому году. Перед самым волшебным праздником саровчан приглашают принять участие в нескольких творческих конкурсах. До 25 декабря можно прислать фотографии украшенных окон и придомовых участков на электронный адрес, указанный на экране. До 10 декабря принимают работы на конкурс «Подарок для елки». Новогодние сувениры потом будут украшать елку в парке имени Зернова. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Педагог Центра внешкольной работы стала призером Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020». Вера Афанасьева получила диплом лауреата в номинации «Доброе дело». В своей работе она рассказала о небольшой группе волонтеров, которые на протяжении шести лет заботятся о больных учреждениях сестерского ухода. Награждение победителей проходило 4 и 5 декабря в рамках онлайн-марафона «Мы вместе». О конкурсе «Доброволец России-2020» педагог-организатор Центра внешкольной работы Вера Афанасьева узнала еще в мае. С деятельностью волонтеров девушка знакома не понаслышке. В свободное время она принимает участие в различных проектах православного центра «Радость моя», которая на протяжении многих лет помогает тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Поэтому, увидев в положении конкурса номинацию «Доброе дело», Вера не раздумывая принялась оформлять заявку. В этой номинации нужно было описать либо какой-то свой личный подвиг, либо подвиг другого человека. Но как-то о себе писать не очень, как-то неловко. И я подумала, что лучше описать подвиг какого-то нашего саровского волонтера, потому что таких у нас на самом деле очень много. И тогда выбор пал на Алексея Китина. В обычной жизни Алексей сотрудник РФАЦ ФНИЭВ, но свое настоящее призвание нашел в другом. Шесть лет назад Алексей организовал при волонтерском центре «Радость моя» больничную группу. Вместе со своими соратниками, другими неравнодушными саровчанами, он помогает в отделении сестринского ухода Саровской больницы. Волонтеры устраивают одиноко лежачим пациентам банные дни. Помогают их мыть и перестилать постели. Это очень тяжелый и самоотверженный труд. В свое время был в храме сестринского ухода на тему, кто как уделитель мог бы заниматься на волонтерском поприще. И я посмотрел, что, наверное, мне было бы интересно заниматься именно по медицинскому управлению. Я отдал свои данные, кто упадет в опрос. Новость о том, что их заявка прошла в финал, стала для Веры и Алексея приятной неожиданностью. Итоги конкурса «Доброволец России-2020» подвели на торжественной церемонии в Москве. Награду нашим героям вручили председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и артист музыкального лейба «Блэк Стар» Анет Сай. Впечатления самые положительные, а самый яркий, наверное, момент был, это незапланированное поздравление и беседа с президентом. Владимир Владимирович решил поздравить волонтеров и подключился к прямой трансляции и потом уже еще проговорил около часа с нами, отвечая на вопросы волонтеров. По итогам конкурса Алексей Китин и Вера Афанасьева стали призерами своей номинации. Хотя в дипломах указаны их номина, оба считают, что это общая награда, которую заслужили все волонтеры больничной группы и другие добровольцы Сарова. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Они несут красоту искусства в жизнь человека. 8 декабря в мире отмечают День художника. Это праздник всех любителей живописи, профессионалов, ценителей, коллекционеров. Саров славится своими художниками. Благодаря их творчеству жители страны могут любоваться видами закрытого города. А саровчане посмотреть на знакомые улицы и дома другими глазами. Следующий репортаж об одном из таких художников – Константине Миянкове. Любимый жанр – пейзаж. Любимая техника – масляная живопись. Любимые места – улицы старого района Сарова. Константин Миянков не стремится прорисовать на картине мельчайшие детали. Главное для него – передать атмосферу, впечатление. Зелень на его картинах – нескольких оттенков, чтобы зритель мог увидеть всю палитру красок лета. Вода нарисована так реалистично, что хочется окунуть руку. Но больше всего Константин любит рисовать зимние пейзажи. Я помню себя всегда с кистями, с красками, с альбомами, с карандашами, потому что в детстве это был самый лучший подарок. Родители всегда дарили новые фломастеры, альбомы. Всегда рисовал в садике, в школе. Ну и, видимо, так сложилось, что лучше я делать ничего не умею. Поэтому решил выбрать именно этот путь. Константин – сторонник классической школы живописи. Никакого сюра, абстракции или авангардизма. Больше всего ему близко творчество русских художников конца 19-го – начала 20-го века. Товарищество передвиженных художественных выставок, именуемое там большой список художников. Там и Репин, и Куинджи, и Левитан. То есть все художники, все мне нравятся. Константин Миянков – сотрудник городской художественной галереи. Так что его творческая деятельность тесно переплетается с основной работой. А временами они становятся одним целым. Поэтому острой необходимости выставлять на продажу свои творения у него нет. Ну, практически не продаю, потому что они мне дорогие. И в основном все картины я как бы не то что коллекционирую, а использую для выставок, собираю свой фонд, можно так сказать. Если, конечно, кому-то нравится, и люди хотят приобрести, я иду навстречу всегда. Картина Константина Миянкова можно увидеть на различных выставках в Сарове и за его пределами. Сейчас пейзажи саровского художника можно посмотреть на выставке в художественной галерее. В планах подготовить для саровчан персональную экспозицию работы. Елена Грязкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.